В Тверском областном драматическом театре состоялось торжественное собрание ко Дню Защитника Отечества. Зал был полон, конечно, зрителями. В основном были представители сильной половины человечества. Ветераны Великой Отечественной войны, участники боевых действий, военнослужащие. Весь праздничный концерт стал признанием в любви защитникам Отечества. В их адрес со сцены не раз звучали добрые слова, поздравления и пожелания. Репортаж с места событий. На центральных местах в зале театра драмы самые настоящие защитники. Те, благодаря кому мы сейчас празднуем День Великой Победы. Ветераны. Это Иван Петрович Афанасьев. Он прослужил в армии 36 лет. Четыре из них был на войне. 23 февраля для меня праздник номер два. Первый праздник мой – это День Победы. В составе армии, в составе народа. Во все века наш народ гордился нашей армией, потому что она из народа. Георгию Шапорову было 18, когда началась война. Сейчас участнику боевых действий 90 лет. Но из памяти никогда не исчезнут те страшные годы Великой Отечественной. По нам и снорады летели, и полетели, еще что-то на нас не летало. И мы в тёжке отстояли. Ветераны, конечно же, хотят, чтобы таких событий в истории больше никогда не повторилось. Поэтому в канун праздника 23 февраля обращаются к современной молодежи с пожеланиями. Я хочу пожелать, чтобы молодежь наша хорошо училась, хорошо работала, любила Родину. И тогда наша страна будет непобедима. Верить в свою малую Родину и будет защитить всегда Великой нашей Россию. На торжественном собрании к 23 февраля им были вручены юбилейные медали 75 лет Победы Великой Отечественной. Зал искупал овацами наших защитников. Сердечно поздравляем вас с наступающим Днём Защитника Отечества. Во все времена мужество, стойкость и героизм наших воинов, мощь и слава русского оружия были гордостью нашего народа. Основой независимости нашего государства. В России всегда с особым уважением относились к защитникам нашей Родины. Вот уже скоро исполнится 75 лет со дня Великой Победы в Великой Отечественной войне. И мы никогда не забудем, как солдаты и офицеры Красной Армии мужественно сражались за нашу Родину. И продемонстрировали всему миру силу духа нашего народа. Как поется в известной песне, нет в России семьи такой, где бы ни было своего героя, своего защитника Отечества. На торжественном мероприятии собрались военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел, Росгвардии, ветераны боевых действий на Северном Кавказе, поисковики. Все они были награждены благодарственными письмами. По традиции завершилось мероприятие праздничным концертом. Продолжение следует...